В Чувашской Республике продолжается ежегодная оперативно-профилактическая операция МАК-2015, в ходе которой выявляются и уничтожаются посевы МАКа и Конопли. Большое внимание уделяется предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. На днях в рамках операции были задержаны трое мужчин, которые провозили в своей машине сумку с МАКом общей массы более 600 граммов. Перевозчикам грозит от трех лет лишение свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей. Профилактику наркомании необходимо проводить со школьной скамьи. По данным госнаркоконтроля, количество подростков, поставленных на учет, а также привлеченных к уголовной ответственности, увеличилось. Вопрос о борьбе с наркоманией среди подрастающего поколения сегодня обсудили на заседании антинаркотической комиссии по Чувашской Республике. Комплекс мер, позволяющих обеспечить систему воспитания образовательных организаций и вне образовательных организаций, является основной ключевой задачей всех органов управления образованием, образовательных организаций в том числе. И она, прежде всего, ориентирована на формирование здорового образа жизни. Это и занятие спортом, это и охват для школьным, дополнительным образованием, школьным образованием. Тестирование, медосмотр, диспансеризация – мероприятие, которое помогает выявить причастность молодых людей к наркотикам. Но бороться с болезнью века можно только объединив усилия. Профилактика, выявление преступлений, помощь зависимым и их реабилитация – практические шаги, которые помогут снизить остроту проблемы. Алгоритм действий есть, эффективное взаимодействие есть со стороны правоохранительных органов, с органами власти, с органами местного самоуправления, и должны получить соответствующий результат. Мы обязаны с этим бороться. Зло не должно распространяться. В Управлении госнаркоконтроля по Чувашии работает телефон доверия, куда можно сообщить о всех известных фактах незаконного производства и сбыта наркотических и психотропных средств. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика.